Итак, у нас с вами курс лекции «Технология бурения нефтяных газовых скважин» для студентов заочного отделения. Это непосредственно я, здесь мои контактные данные есть, есть ссылки на мои сетевые ресурсы, в частности на канал на YouTube. Это именно то место, где аккумулируются и все ваши лекции, еще какие-то дополнительные материалы, которые я создаю в разрезе строительства скважин. Если кому-то что-то интересно в плане бурения именно саморазвития, то можете подписываться и смотреть. Если неинтересно, то можно этим и не заниматься. Также здесь есть еще несколько ссылок, ниже они представлены. Ресурсы сетевые, это тоже относятся они к каналу, то есть телеграм-канал, WhatsApp и так далее. Это все ресурсы связаны с моим, так назовем, детищем, буровой ликбез, то есть как раз где там всякие аудиолекции, видеолекции, какие-то заметки и так далее по бурению. Так что это для тех, кто что-то хочет узнать по бурению. Минутка саморекламы. А так мы непосредственно приступаем к нашей лекционной части и обсудим вопрос, что такое бурение, зачем оно нужно. Бурение это не что иное, это процесс разрушения горной породы, целью которого является строительство скважин. То есть это важный момент, потому что нередко люди говорят, бурение нужно для того, чтобы добыть нефть. Не обязательно, да, то есть можно нефть добыть и не буря скважину, и точно так же можно бурить скважину и не с целью только добычи. Это непрямые, невзаимоисключающие понятия. Хотя, ну чаще всего у нас, конечно, бурение связано с добычей чего-то жидкого, либо газообразного. Нефть, газ, вода. Самописи бурения это процесс, как уже сказал, и процесс разрушения горной породы. Если задаться вопросом, что такое скважина, скважина это направленная цилиндрическая горная выработка в земле, длина которой много больше ее, диаметр которой много больше ее длины. То есть если на этом моменте остановиться, то под данное определение попадает и скважина, и штольня, и шахта. Пожалуйста, у кого микрофон включен, выключи, пожалуйста, потому что этот создает фон. Спасибо. Вот, то есть под такое определение, когда цилиндрическая горная выработка, длина которой много больше диаметра. Якимов, выключи микрофон. Спасибо. Попадает много различных горных выработок. Но здесь основой для скважины является то, что она сооружена без доступа человека на забой. То есть если мы сравним с шахтой, то в шахту люди спускаются при ее строительстве. Когда мы бурим скважину, мы находимся на поверхности и сооружаем что-то под землей. Это момент именно, который наблюдается в процессе бурения. То есть вы можете пробурить достаточно большую скважину и туда тоже потом спуститься, ну, хоть на веревке. И это не будет нарушением данного определения. Просто в самом процессе вы находитесь на поверхности. Для чего могут быть нужны скважины? Тут вариантов огромное количество. Это как раз в угоду тому, что не всегда только для добычи нефти. Скважины могут использоваться для изучения недр земли. То есть сюда сверхглубокое бурение. Здесь как раз у нас фотография польской сверхглубокой скважины. Все-таки я выключу звук у коллеги, потому что так невозможно. На слайде у нас показана польская сверхглубокая скважина, самая глубокая в мире. У нее 12 километров, 202 метра вертикальная глубина. В принципе, она бурилась именно с целью для того, чтобы просто понять, как устроена наша земля. Было интересно, можно ли добуриться до жидкости, составляющей до мантии. Для изучения недр земли строятся как поисковые, так и георазведочные скважины. То есть тут задача именно что-то найти, какие-то полезные ресурсы, полезные ископаемые. И поисковое георазведочное бурение, оно именно бурится практически повсеместно для того, чтобы оценить, у какой страны какие ресурсы в принципе есть. То есть в Буркино-Фасо пробурили поисковую скважину, нашли алмазы. В Западной Сибири в Томской области пробурили скважину, нашли бетуминозные нефти, либо еще какие-то нефти и так далее. То есть это чисто метод наити. Откнули, посмотрели, сделали вывод. Помимо этого, скважины нужны для добыча полезных ископаемых. И самое интересное, что нефть-газ, это и так очевидно. Еще нередко через скважину добываются твердые полезные ископаемые. Ну, допустим, как в случае Бокчарского железнорудного месторождения в Томской области. Там железнорудные пески вымываются через скважины. То есть, по сути, сам ресурс твердый, он извлекается через скважину на поверхность. Если мы возьмем, допустим, Казахстан, там урановые месторождения тоже через скважины уран добываются, хотя сам уран – это твердое вещество и так далее. То есть здесь тоже диапазон достаточно широк. Для строительных целей скважины использоваться могут. И, возможно, кто-то даже в своей практике, в своей бытовой жизни применял, использовал, так скажем, возможность заказа услуги по забуриванию скважин под заливку свай. Тоже почему нет. Прокладка подземных коммуникаций. То есть то, что мы иногда видим в рамках города. То есть наблюдаем, когда в одной точке забурилась установка подобная, как здесь показано, и в другом месте потом вылез инструмент – это тоже метод бурения. Называется метод горизонтально направленного бурения. И надо отдать должное, что это тоже как отдельная технология. Да, она может быть не совсем связана с нефтянкой, но это тоже строительство скважин. И причем строительство скважин достаточно сложной проектории. Ну и прочие цели. То есть возьмем Кузбасс. Кто оттуда знает, что постоянно эти взрывы на шахтах, метаны и так далее. Негазация угольных пластов бурятся скважины. Строительство скважин под землей. Зарезка боковых стволов, как технология восстановления продуктивности. В некоторых случаях, когда у нас там открытые какие-то страшные фонтаны, используется строительство скважин для их ликвидации, для того, чтобы бурить разгрузочные скважины и так далее. И по совокупности, если так оценить, то у скважин и у бурения достаточно широкий ареал использования. Если говорить, классифицировать скважины по каким-то критериям, то их можно выделить несколько типов. Поэтому мы сейчас их разберем. Сами по себе, по назначению, я в данном случае выделил именно нефтяные и газовые, потому что это все-таки тема нашей дисциплины. То есть среди нефтяных газов выделяют опорные скважины. То есть они нужны для того, чтобы изучить, как залегают осадочные горные породы. То есть это, получается, верхний чехол, который находится на земле, по которому мы ходим. И мы бурим опорные скважины для того, чтобы понять, как залегают эти пласты, и, возможно, предположить, как накапливались осадки. То есть эти вот самые пески, глины и так далее. И делать какие-то соображения по поводу, где на этой площади, благодаря такому расположению пород, может находиться какое-то, что для нас полезно. Параметрические скважины. Они бурятся значительно глубже, чем опорные. И задача параметрических скважин – не только осадочную толщу посмотреть, но и еще для того, чтобы, в принципе, посмотреть разрез. То есть ты пробурил ее на 3-4 километра, как там складываются осадочные породы, как складываются магматические породы, кристаллический фундамент. И ты делаешь вывод вообще, как развивалась земля. Ну, опять же, здесь все равно направлено все на одно. То есть понять, как сложен массив горных пород, чтобы это использовать в своих целях. То есть если ты знаешь закономерности, где как залегает какой-то природный ресурс, это можно благодаря таким вот скважинам для себя находить места залегания. То есть это вот кто за грибами любит ходить. То есть ты знаешь, что на каком-то конкретном типе полянки всегда там сидят белые грибы. Ну, вот по такому же принципу здесь. То есть ты знаешь, что вот как-то залегая породы, там что-то в них может находиться для тебя интересно. И по этому принципу и ищешь. Структурные скважины, они борются с той целью, чтобы уже уточнять что-то. Ну, то есть параметрические нам дали какие-то соображения. Мы, допустим, взяли, ограничили какую-то площадь и предполагаем, что ага, вот на этой площади там километр на километр может что-то находиться. И тогда мы набуриваем структурные скважины для того, чтобы вот это что-то, вот это геологическое тело каким-то образом изучить. То есть понять, находим какой-то интересующий нас пласт и пытаемся с помощью структурных скважин понять, как он залегает и в какой части этого пласта может быть интересующий нас ресурс. После этого уже бурятся поисковые скважины. То есть по данным всего, что было сделано выше, бурится поисковая скважина, которая говорит, вот в этой конкретной точке я пробурюсь и найду что-то полезное. Ну, допустим, мы говорим в данном случае про нефть. Найдя какой-то конкретный ресурс, найдя какой-то кусочек нефти, вокруг поисковой скважины бурится сетка разведочных. То есть набуривается много скважин рядом, чтобы понять, а какой контур вот вашего там нефтяного либо газового пласта. То есть выглядит он как лепешка, как кружочек, как там бесформенное пятно, либо имеет какую-то конкретную структуру. Это нужно для того, чтобы потом спланировать эксплуатацию данного месторождения, в принципе, объема бурения, чтобы понимать, сколько вообще скважин там нужно забурить. И после этого бурится фонд эксплуатационных сважин. Это когда мы уже приводим месторождение в состояние разработки. То есть тут выделяют добывающие. Ну, тут, надеюсь, не надо объяснять. Добывающие – это то, через что мы качаем ресурсы. Нагнетательные – это то, куда мы что-то качаем, нагнетаем. Ну, в данном случае мы нагнетаем непосредственно в пласт, либо газ, либо воду для того, чтобы поддерживать в пласте давление и выдавливать оттуда нужный нам нефтегаз. При проектировании процессов разработки мы не абы как планируем, мы четко просчитываем, сколько мы хотим скважин пробурить. Допустим, 200 эксплуатационных, 100 нагнетательных, еще какие-то, еще какие-то, еще какие-то. И в рамках этого закладывается всегда резервный фонд. То есть резервный фонд нужен для того, чтобы, если вдруг вы в чем-то, как сказать, обсчитались, да, то есть, ну, вроде бы посчитали, что хватит 200 скважин. Пробурили, а чувствуете, что вот бы еще штук 10, и тогда вообще будет оптимально. То есть, чтобы максимально быстро отбирать нефть, чтобы это все было эффективно и так далее. И вот тогда вы задействуете фонд резервных скважин, то есть они не бурятся, они просто как бы есть, стоят же, на бумаге написаны, и их можно пробурить для того, чтобы эффективнее эксплуатировать месторождение. Помимо этого есть контрольные скважины, наблюдательные и пьезометрические. То есть, наблюдательные нужны для того, чтобы смотреть, как количественно идет отбор нефти. То есть, ну, я буду акцентировать внимание на нефти, да, потому что нередко нефть залегает вместе с водой и с газом, и нам нужно понимать, как процентное соотношение воды, нефти и газа в пласти меняется, чтобы оценивать эффективность. То есть, если вы пробурили скважину на нефти, и у вас из 100% выходящей продукции скважины 5% нефти, 90% воды и 5% газа, ну, значит, что-то у вас не то. Вы должны это контролировать. Точно так же, как и пьезометрические скважины, это скважины, которые оценивают давление. То есть, мы по ним оцениваем давление в пласте, потому что, когда у вас есть пласт, в нем флюид находится под каким-то давлением. То есть, она у него запасена. Когда вы пробурили скважину, значит, у вас благодаря этому давлению все идет на поверхность. Ну, это, я говорю, как принцип, наверное, когда ставят брагу, то есть, от дрожжей бросают и закрывают каким-то, так скажем, какой-то крышкой. У вас получается вот эта емкость, она наполняется газом, 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 и иногда там выстреливает пробка. И, собственно, здесь такой же принцип. У вас есть, допустим, какая-то жидкая часть в скважине нефти, есть какая-то газообразная часть, это, допустим, газ. Ну, не в скважине, а в пласте. И вот этот вот пласт, это вот как ваша бутылка. Когда вы создаете горлышко в этой бутылке, то есть скважину, у вас благодаря избыточному давлению, собственно, все оттуда начинает подниматься само на поверхность. Но, естественно, то, что это конечный ресурс, то есть, со временем эта энергия, она тратится, и все, меньше, 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 меньше выходит флюида. И вот пизометрические скважины нужны для того, чтобы следить за этим, насколько интенсивно снижается давление. Специальные скважины. Специальные скважины – это водозаборные, то есть в данном случае, которые мы используем дополнительно к нефтяным газам для того, чтобы как-то эффективнее эксплуатировать продуктивные пласты. И поглощающие скважины – это скважины, которые обычно бурятся, допустим, в условиях морского бурения, куда мы закачиваем какие-то отходы, то есть отработанные жидкости и так далее. Ну, для того, чтобы не вывозить куда-то это, не захоранивать и так далее. И плюс есть еще оценочные скважины. То есть в любом случае, когда у вас есть месторождение, есть понятие, что у него есть запасы категории А. То есть категории А – это те, которые вот сейчас, вот здесь, сейчас вы можете разработать. Запасы категории В – это которые требуют каких-то, так скажем, технологий, и сейчас их нерентабельно разрабатывают. Запасы категории С – это такие вообще, типа, может быть, когда-то мы сможем их добыть. И оценочные скважины, вы же живете, технологии изменяются и так далее. Они нужны для того, чтобы вот прошло пять лет с разработки месторождения, мы хлоп, пробурили оценочные скважины. Вот этот участок мы современными технологиями можем разрабатывать. И мы переводим категорию запасов, допустим, категории В, в категорию А. Вот для этого нужны оценочные скважины, чтобы получать понимание о том, можем мы добывать какой-то ресурс, то есть продвинулись по технологиям, либо нет, либо не можем. Есть скважины дублеры. Скважины дублеры – это тот случай, они чем-то похожи на резервные, но их назначение немного другое. Мы дублеры бурим, когда у нас, допустим, произошла авария на основной скважине, то есть бурили основную скважину, у вас хлоп там взрыв, все сгорело, все пропало, и вы понимаете, что вы эту скважину не будете использовать. Вы решаете с ней проблему, то есть ее как-то ликвидируете и бурите такую же дублирующую, чтобы она выполняла свое назначение. Только все. Если говорить по глубине, то скважины делятся на такие категории, здесь представлены на слайде. Но, собственно, надо отметить, что глубина скважины год от года растет, 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 и это совершенно нормальная ситуация. Потому что раньше мы бурили до определенной глубины, то есть даже когда, допустим, я учился в 2005-2010 годах, тогда скважина 2,5 километра, это было уже нормально, 2,5-3 километра, это прям так, в общем. Сейчас 3,5-4 километра растут постоянно глубины, это совершенно нормальная практика, потому что технологии растут, сами пласты глубже, находятся новые и новые, более глубокие пласты, и вот это все-таки именно принципом чехарды идет в сторону увеличения. Здесь на слайде представлены самые глубокие скважины. То есть Кольская сверхглубокая, она по вертикали 12262 метра, а самая протяженная скважина, это на Сахалине пробурена, у нее общая длина 15 километров, она интересна тем, что она углубляется где-то на 1,5-2 километра по вертикали, и потом вот так вот параллельно земле идет пробурено горизонтальный участок. Ну, единственное, что здесь еще можно сказать, да, есть повод для гордости, что это пробурено в России. Ну, правда, Кольская сверхглубокая бурилась при Советском Союзе, это все наши были технологии. Соколинская скважина – это уже больше достижения общемировые. То есть тут не надо делить, я думаю, буржуи и не буржуи, здесь это просто творчество инженерного искусства, это действительно нереально крутой уровень. Что касается профиля скважин, то по профилю скважины бывают условно вертикальные, то есть которые близки к вертикали по своему виду, то есть отклоняются не более чем на 5 градусов от вертикали. Наклоны направленные, то есть те, которые имеют заранее запланированную траекторию и вскрывают пласт в какой-то точке, вот как здесь показывают. То есть не просто от балды мы ее куда-то направили, а мы заранее нарисовали эту траекторию и потом по ней провели скважины. Скважины с горизонтальным участком ствола. Здесь важно понимать, и я обращу ваше внимание, в тестах это будет, это скважина, у которой есть протяженный участок бурения по пласту. Не обязательно, чтобы она была горизонтальная, то есть параллельная горизонтальной поверхности. Она горизонтальная от слова горизонт, то есть пробуренная по горизонту. Это бурится для того, чтобы просто побольше охватить продуктивный пласт. Горизонтально направленные скважины. Несмотря на то, что я про них упоминал, то есть вот здесь даже картинка показывает, как в качестве прокладки подземных коммуникаций, но в прекрасной республике Татарстан такими скважинами даже разрабатываются месторождения бетуминозной нефти. То есть специальная есть технология применения вот таких скважин, у которых два выхода на поверхность для того, чтобы качать высоковязкие тяжелые нефти. И многоствольное многозабойное бурение. В чем разница? Многоствольное бурение – это тот случай, когда у вас есть основной ствол скважины, от него есть несколько ответвлений. И эти ответвления, они находятся выше пластам, то есть как показано здесь. Вы при бурении многостволки можете, в принципе, бурить ее на разные участки пласта, даже на разные пласты. То есть ее задача – охватить максимально большую площадь пласта, то есть, грубо говоря, как сверху такой, создает конус над пластом. Когда мы говорим про многозабойное бурение, мы бурим основной ствол по пласту и от него делаем ответвление в разные стороны, для того, чтобы охватить объем пласта. То есть мы берем один пласт какой-то, интересующий нас, и стараемся в нем по максимуму сделать ответвление, то есть, чтобы они в разные стороны смотрели, мы как бы вот эту часть пласта по максимуму задействуем. Вот в чем, собственно, между ними разница. По дебету скважины делятся на несколько категорий, ну, тоже средне, мало и так далее. То есть я не вижу смысла заставлять вас цифры запоминать, просто скажу так, что дебет, не дебет, как это в бухгалтерском деле принято, а именно дебет – это количество газа, нефти либо воды, которое нам поступает на поверхность в единицу времени. И здесь, собственно, широкая достаточно классификация, которая зависит от того, где у нас находится конкретное месторождение. Это чисто от геологии зависит. Потому что возьмем там в Томской области 100 тонн скважины вам даст в сутки, это круто. Возьмете в Персидском заливе, там в Саудовской Аравии, если вам скважина дает менее 100 тонн в сутки, ну, значит, вы несчастный бедный арабский шейх, которому не повезло, да, то есть слишком слабое у вас наследство. Ну, я шучу, конечно, утрирую, но логика в том, что это нет привязки там зачастую к глубине и так далее. Есть привязка только к устройству месторождения, а зачастую к региональному его расположению. Если говорить о том, как построить скважину, то надо с чего-то начать. Нужно разработать проект на бурение скважины. Я всегда в этом плане шучу, потому что боровики самые счастливые люди. У них несколько профессиональных праздников. Они разрушают горную породу. Значит, они кто? Ну, они с чем работают? С горной породой. Значит, они геологи. Ряди как геологи. День геолога в апреле берешь, отмечаешь. Если ты в нефтянке работаешь, нефтяные скважины буришь, ты же нефтяник. Ну, вроде да. Значит, в начале сентября празднуешь День нефтяника. Но в промежутке ты еще в августе можешь День строителя отметить, потому что мы, когда бурим скважины, мы говорим, что мы занимаемся строительством скважин. Это как капитальное сооружение. Поэтому мы еще и строители. Вообще шикарно. Ну, ладно. Если, кроме шуток, чтобы пробурить скважину, нужно разработать у нее проект. То есть это некий документ, по которому... Да, три в одном. Совершенно верно. Юля. Совершенно верно. Итак, для чего нужен проект? Проект нужен для того, чтобы, во-первых, все правильно сделать. Потому что пробурить скважину не так-то просто. Вы будете постоянно сталкиваться с каким-то геморроем, проблемами и так далее. Чтобы по минимуму себя обезопасить от всяких аварий. Ну, потому что кто даже строил у себя на даче туалет, типа скворечник, и тот знает, что если ты заранее не отрисуешь, а будешь делать все на глаз, то обязательно он будет косым. То есть еще что-то там обязательно пойдет не так. То есть все равно, как говорится, сначала на бумаге, потом на уже твердотельное исполнение. Ну и второй, конечно, момент, когда мы проектируем скважину, мы понимаем то, что мы в рамках недр земли строим их. Этих скважин может быть сколь угодно много. И чтобы не допустить аварии, такой, как задеть соседнюю скважину, например, мы осознанно там траекторию продумываем прочее. Потому что если мы заденем соседнюю скважину, ну, по факту, это тяжелейшая авария в бурении. И хоть и нам кажется, то, что вроде недра земли, они необъятны, и, господи, как там можно что-то задеть, но я вам приведу пример. Например, море необъятное, но корабли иногда сталкиваются. Небо необъятное, но самолеты иногда сталкиваются. То есть это факт. То есть лучше заранее проектировать траекторию и понимать, где это будет расположено. Чтобы что-то, как говорил Кот Матроскин, чтобы купить что-то ненужное, нужно сначала продать что-то ненужное. Здесь точно так же. Чтобы сделать проект на скважину, нужно сначала понять, а что от нас хотят. То есть этим занимаются проектировочные организации, такие как Томск Непи Нефть. И они от заказчика, ну, а-ля Роснефть, либо Газпром, либо Лукойл, берут технические, техническое задание, где, допустим, там Роснефть говорит, мы хотим, чтобы у нас была такая-то скважина, применялись такие-то технологии. И вот, ну, выставляют свой план Блицкрига, как, собственно, эту скважину построить. И уже проектировщики подают желание разрабатывать проект. Сам по себе проект, он состоит из нескольких частей. Он может быть либо рабочим на одну скважину, либо групповым, на несколько типовых скважин. И утверждается, ну, раньше, по крайней мере, он утверждался Ростехнадзором, сейчас от этого максимально стараются абстрагироваться, ну, то есть, чтобы не задействовать, точнее, даже не задействовать. Ростехнадзор сам уже старается абстрагироваться от любого его участия, где бы то ни было. То есть, как-то он отходит постепенно от дел. То есть, обычно утверждаются такими-то экспертными организациями на данный момент, которые могут авторитетно заявить, что соответствует проект, либо не соответствует минимальному набору требований, правил безопасности, как минимум. В рамках проекта есть пояснительная записка, где бурим, какая там местность, кто там живет, там эскимосы, северные народы, олени, медведи, тундра, это тайга, болото, Арктика, либо еще что-то. То есть, условия. Это нужно для того, чтобы наладить инфраструктуру и сообщение о буровой площадке. Дальше, конечно же, организация строительства. То есть, как и чем будем бурить, в какие сроки, какими технологиями, при каких параметрах. То есть, буровики, они по факту ничего не придумывают, находясь на месторождении. Им дали документы, они по этому документу бурят. Им сказано, бери больше, кидай дальше, бури быстрее и эффективнее. Охрана окружающей среды. Да, берегите природу, мать вашу. И здесь это четкие отдельные несколько томов. Они правильно даже скажут, как там идет. Охрана окружающей среды, гражданская оборона, чрезвычайные ситуации, пожарная безопасность. То есть, это весь перечень требований, которые мы должны соблюсти, дабы не загадить мир вокруг себя. Но, несмотря на это, мы это успешно делаем. Поэтому, я считаю, что, скептически, то, что эта часть проекта, она хоть и важна, нужна, но с нашим, даже возьмем, если мы говорим про Россию, российским подходом к экологии и к своей земле, это больше, как макулатура потрачена, если мы говорим в рамках проектирования скважины, просто том созданный, который редко кто читает. Потому что, здесь вот сплошь и рядом, как минимум, идут нарушения. И здесь вполне очевидно, что, когда, допустим, мы говорим про основной проект, там, где говорится, как мы будем вырить скважину, там идет кровный интерес заказчика, допустим, того же недропользователя, чтобы скважина была пробурена. Когда мы говорим про экологию, ну, здесь чей интерес? Здесь, по сути, интерес, ну, глобально это человечество, глобально это там Россия, чтобы земля у нас жила, цвела и пахла. Но для недропользователя, любой, так скажем, чиновник, недропользователь, он размышляет в разрезе своих отведенных, там, 30-40 лет управления, если он столько продержится, и поэтому ему глубоко по барабану, будут там медведи потом гулять, либо нет. Что касается смертной документации, да, это здесь интересный момент тоже, что заранее просчитывается минимум, сколько должна стоить скважина в ценах, там, какой-нибудь там 90-го лохматого года, ну, который можно пересчитать, конечно, современные цифры. Для чего она нужна? Согласно этой смертной документации, заказчик, вот я, допустим, раз нефть говорю, даю тендер, говорю, мне нужно пробурить там скважину за такие-то деньги. То есть, я знаю, что она стоит, себестоимость минимальная, там 100 миллионов, я говорю, вот тендер, поставляю там на 110 миллионов. И что дальше происходит? Вот вы берете буровые компании, подключаетесь и начинаете торги на понижение. То есть, типа, мол, мы пробурим эту скважину за такие-то деньги, ну, и кто даст меньше. Это мне вспоминается сразу еще начало вот этой, так скажем, Российской Федерации, когда у нас там 90-е, 2000-е годы было, игра была с Валдисом Пельшем, называется «Угадай мелодию». Вот там, я угадаю эту песню с пяти нот, а я с четырех, а я с трех, вот здесь то же самое. То есть, а я пробурю эту скважину вообще, условно, за бесплатно, еще будет и качество крутое. И вот, кто дает меньшую цену, тот и бурит скважину. Ну, если уж быть предельно честным, то, сами понимаете, что там, где идет понижение стоимости, там идет и априори понижение качества, бурение. Почему? Потому что у нас же буровики, то есть, буровые компании, это не альтруисты. То есть, им на кой черт, как говорится, себе в минус бурить какую-то скважину. То есть, они, цель любой организации, юридического лица, это получение прибыли, извлечение прибыли из своей деятельности. И поэтому любая компания, подвязавшаяся на бурение, постарается получить действие прибыли. Поэтому тоже такой интересный аспект, возможно, не совсем логично выстроенная система, но да ладно. И последняя часть любого проекта это рабочая документация. То есть, что касается рабочей документации, ГТНы, схемы, чертежи и так далее. То есть, это обобщение того, что было сказано выше. И нужна эта рабочая документация для того, чтобы вы же не принесете том целый на буровую и не скажете там бурильщику читай его. Вам проще составить какую-то таблицу, в которой будет все это кратко, лаконично описано, чтобы бурильщик мог в процессе бурения постоянно на нее ориентироваться. Вот это и есть рабочая документация. Если говорить о том, где мы можем бурить, то есть, мы разработали проект, а где мы в принципе теоретически можем с вами побурить скважины. Если вот посмотреть на расположение месторождения нефтегаза, вот видите, они практически находятся во всех уголках мира, а еще там, где еще не подсвечено цветами, это еще не факт, что там просто искали. нефтегаза нефтегаза много, и несмотря на то, что каждый раз говорят, что вот осталось 20 лет и все закончится, ну это уже лет 50, так говорят, что 20 лет и все закончится, поэтому на наш век хватит. Скважины могут бориться в совершенно разных условиях, это просто накладывает особенности на наши затраты и на сложность ведения тех или иных работ. Быстренько здесь пробежимся. То есть тундра либо степь, это по сути один из самых удобных вариантов, когда можно бурить скважину, где можно бурить скважину. То есть там для того, чтобы бурить, практически никакой подготовки не нужно, то есть нужно только выровнять площадку. В этих случаях обычно доставка грузов ведется методом автомобильным, либо в крайнем случае вертолетами. Электроснабжение за счет в основном дизельных электростанций, либо если рядом есть сети линий электропередач, то пользуемся ими. Ну степь это вообще идеальный вариант, тундра это зависит собственно от количества речной сети, то есть насколько устойчивая порода, то есть поверхность грунта. Если мы возьмем Ямал, Новый Оренгой и так далее, там по сути тундра, но она достаточно заболоченная такая, то есть промежуточная звено, и там приходится еще усилия прикладывать для того, чтобы создавать опору и площадь для наших площадок. тайга. Это традиционный вариант, когда Томская область и Западная Сибирь. Чтобы подготовить место для бурения, вам нужно вырубить лес, выровнять площадку и сформировать ее, то есть сделать возможно использовать этот же самый лес в качестве настила, на котором мы разместим оборудование. Если говорить о доставке грузов, по тайге обычно тоже прорубают, делают просеки, прорубают дороги, прокладывают линии электропередач, но это все зависит от расстояния до ближайших населенных пунктов. Мы смотрим на рентабельность. Если рентабельно, то делаем. Если не рентабельно, то грузы доставляем вертолетами, а допустим электричество получаем благодаря дизельным электростанциям. Обычно это все тут мешается. То есть в таежных условиях используются в равной степени оба метода транспорта. Болото. То есть болотистые местности характеризуются тем, что в зависимости от того, какое болото, вот здесь на фотографии болота третьего типа, то есть такое как бы еще весьма в жидком состоянии, то есть еще не до конца умершее озеро. И тут от этого зависит, как мы будем готовить площадку. То есть там, где слабые грунты, там делается осознанно отсыпка. То есть отсыпка, формирование основания, и там все размещается. Там, где болота уже высохшие, там просто чуть трамбуются грунты, размещаются оборудования. По болотам обычно доставка грузов ведется в зимнее время, во время ледостава, то есть по зимникам, то есть на мороженые дороги, по которым автомобили ездят. В летнее время не особо рентабельно организовывать всю эту деятельность, поэтому летом обычно вертолет. Ну, электрификация в данном случае обычно используется в качестве дизельных электростанций. То есть опять же заводится дизель, электростанция сжет его и использует электричество для запитывания всего оборудования. Бурение на шельфе это когда вы с пляжа, как здесь показано, бурите под море. Ну, здесь это практически идеальные условия. Здесь нередко даже никакой подготовки не нужно. Единственное, что вам нужно как-то обезопасить море и близлежащие территории от загрязнения. А так, если рядом есть населенные пункты, то у вас все снабжение будет сюда подводиться и вообще прикольно. Прекрасно. То есть, в принципе, бурение на шельфе, если берег устойчивый, вообще никаких вопросов. То есть, спокойно себе бурите и вы счастливы. В гористой местности это, допустим, пример, в таких местностях бурят скважины, например, в Узбекистане. Здесь единственный момент, в чем особенность. В том, что вы должны каким-то образом организоваться, чтобы не попадать под досыпи, обвалы, лавины какие-то и так далее. То есть, нужно расположиться так, чтобы не оказаться в зоне вот этих геодинамических явлений. А так, в горах, там, поскольку породы очень крепкие, под ногами, то там вообще практически ничего не нужно готовить, только обеспечить сообщение с большой землей в плане ресурсов и электричества. на морях бурим со специальных либо буровых судов, либо буровых платформ. Они у нас еще профигурируют сегодня в третьей либо в четвертой теме, которую будем разбирать. Поэтому здесь я сейчас пока сильно не размусоливаю. Но когда мы говорим про моря, вот тут мы четко понимаем, что линию электропередачи ниоткуда мы тянуть не будем. То есть, это все будет идти, конечно, от собственных дизельных электростанций. А сообщение с живой землей, то есть с живой, с большой землей, извиняюсь, идет посредством в основном водного транспорта и вертолетов. В редких случаях это истокадные дороги, то есть, когда дорога протянута от побережья к какой-то площадке в море. Но это, так скажем, не такое распространенное явление, потому что весьма дорогостоящие. Арктические местности, то есть в Арктике скважины бурятся таким образом, что доставляются грузы в летнее время либо по ледовым трассам, либо с помощью ледоколов. То есть тут это уже зависит от толщины льда, от длительности ледяного покрова и от сложности доставки груза. Потому что, допустим, арктическая зона в арктической зоне рознь. Если, допустим, лед толщиной 2 метра, то ледокол еще спокойно через него идет. Если лед там, допустим, 3-4 метровый, то это просто нерентабельно. Там бедный атомный ледокол, он пока дойдет до вас, там уже полгода пройдет. Ну, а что касается бурения в Арктике, то там иногда бурят, просто делают, используют на льдине, льдины зацепляют и ее притягивают к какому-то месту, размещают на ней оборудование и через нее отбуривают скважину. Ну, так скажем, фиксируют, сделают такое плавучее основание. Либо иногда просто бурят через массив льда. То есть, и так, и так тоже бывает. Ну, а электроснабжение, как в случае с водоемом, здесь неоткуда тянуть нечего, здесь тоже сюда дизельные электростанции. То есть, тут вариантов особо немного. Ну, и поселения, то есть, это реалии больше не России. Это очень похоже, вот такая подобная картина, на Сербию, допустим, то же самое. У них страна маленькая, вот тут бурят, а тут живут, а тут, я не знаю, выращивают пшеницу. То есть, у них все на одной ограниченной территории. И в рамках этих, когда мы будем в условиях поселения, нам просто нужно подготовить площадку, и чтобы туда гражданское население не попадало. В остальных же случаях никаких проблем, пожалуйста, организовать по дорогам доставку грузов, протянуть электричество, все это можно, все это будет работать, и все прекрасно. То есть, здесь все под рукой есть. Но, я говорю, это не реалии России, то есть, это реалии маленьких стран больше. Если говорим про организацию инфраструктуры буровой площадки, то здесь есть несколько аспектов в общем, которые я проговорю, и потом мы уже перенесемся на то, как строить скважину. То есть, ну, чтобы организовать буровую площадку, что нужно сделать? Нужно, как минимум, ее привезти, то есть, буровую саму в разобранном виде и собрать ее. Она сама по себе буровая, буровая, она достаточно массивная. Мы сегодня ее разберем, то есть, разберем ее состав. Она, как конструктор, привозится, собирается, и с ней производится испытание. И сборка и испытание проводятся бригадами пусконаладки. После того, как вы, ну, даже не после того, это в параллели идет. Пока бригады пусконаладки собирают вашу буровую, вот она здесь собирается, строительно-монтажные бригады организовывают места жилищно-бытовых условий. То есть, где будем жить, где будем мыться, где у нас будет туалет, где у нас будут склады и так далее. Вот это все организуется. И заключительным этапом здесь идет бурение водозаборных скважин. Для чего это нужно? Для того, чтобы обеспечивать водой собственно все процессы, так скажем, производственные. Иногда скважина водяная бурится на несколько вот таких площадок, иногда на каждой своя, но в любом случае без воды говорится и не туда и не сюда. Здесь вода нам нужна в процессе выражения. На этом у нас первая вступительная часть закончена. То есть, мы разобрали, что есть скважина, какие они бывают, и в общем виде проговорили, как они создаются, то есть, как подойти к созданию. То есть, нужно разработать проект и как подготовиться. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв. Я эфир закончу, чтобы лекция сохранилась. и вашим старостам кину в диалог где-то минут через 10-15 ссылочку на новую лекцию. То есть, 10-15 минут нужно как раз-таки для сохранения вот этого видео. То есть, я скину и точно так же подключимся и продолжим. Пока, отдыхаем. Субтитры сделал DimaTorzok